Приветствую вас. Давайте мы с вами будем сейчас разбираться с тем, что с вами произошло. Вы говорите, что у меня есть какое-то тревожное состояние о том, что мой любимый человек может меня предать маразму. Здесь, конечно, сразу хотелось бы выяснить, как это морально предать статус, то есть какое бывает, по вашему мнению, предательство еще, что оно из себя представляет, что вы понимаете под предательством, ну и так далее. Пока я хотел бы сказать вам, пожалуй, одну важную вещь о том, что предательство само по себе может быть названо таковым, то есть быть предательством только в том случае, если человек сожалеет о том, что он сделал. То есть именно в этом случае, в случае, если человек сожалеет о совершении определенных действий, можно назвать такого человека предателем, считать, что он предатель, и как бы тут уже вопрос стоит о том, будете ли вы его, например, прощать, не будете ли вы его прощать, будете ли вы что-то делать для того, чтобы он был с вами, не будете ли вы что-то делать для того, чтобы он был с вами. Вероятно, здесь на самом деле, ну, здесь зависит от вас многие вещи. Принимаете вы его, не принимаете ли вы его и так далее. Далее, тревожное состояние, которое у вас, связано с потребностью вашего сознания от вас чего-то защищать вас. От чего-то, от каких-то моментов, от каких-то вещей вас защищают. То есть вы через тревожное состояние защищаетесь от какого-то чувства. Нужно подумать, какое это самое чувство. Скорее всего, здесь мы говорим о некоем чувстве брошенности или чувстве покинутости, которое вы можете испытывать и, скорее всего, испытываете, когда находитесь, скажем так, в одиночестве. То есть это стал к одиночеству. Понимаете, ваша ревность, все, что вы им описываете, все это, по сути, страх одиночества, появия одиночества. Понимаете, какая штука. И вопрос весь заключается в том, почему вы боитесь остаться один. Может быть, вы проектируете на человека свои собственные обиды, например, на ваших родных, которые к вам относились, вероятно, далеко не в самом лучшем образе. Такое, в принципе, тоже вполне может быть. В каком случае, набирать нужно именно детско-родительские отношения. А в личные отношения с девушками вам еще вступать несколько рановато, потому что вы на них проектируете свою неуверенность в себе. Дальше идем. Значит, так, сна проблема началась с того, что я не мог принять ее просто. Было иное количество сексуальных партнеров. Если вы не можете принять прошлое человека, то вы не можете принять не само прошлое, а его значение для вас. То есть нужно стараться все-таки, ну, на мой взгляд, называть вещи своими именами. Если мы говорим о том, чтобы называть вещи своими именами, то вам ведь глубоко плевать на прошлое вашей девушке. Вам важно только то, то, что то, что как это задевает вас. Так вот, и давайте попробуем с вами подумать, как же и чем это вас задевает. Вы говорите, ну, она может, например, сравнивать меня с кем-либо. Да, она может меня, ну, как бы, сравнивать. Откуда подобный опыт? Кто вас сравнивал? Кто сравнивал вас? Скорее всего, сравнивали вас с вашими родителями. И сравнивали они скорее всего вас с другими людьми. Скорее всего. Я не говорю, что это обязательно. Так, но скорее всего. Такое в любом случае вполне себе может быть. Поэтому давайте пока что пока что остановимся на том, чтобы вы постарались вспомнить. Когда у вас сознание и кто способствовал и способствовал появлению возможности сравнивать вас с кем-либо. Вообще с кем-либо. Не важно кто с кем и так далее. Понимаете? вот это очень важный момент. От него напрямую зависит то, как вы будете выстраивать свои отношения с девушками не обязательно с ней. я более чем уверен что своей женщине которой вы сейчас в отношениях вы очень сильно привязаны и скорее всего вы в ней очень сильно нуждают. И вот именно нуждаемость своей женщине я хотел бы с вами обсудить. То есть с чем связана эта нуждаемость? Почему вы в ней нуждаете так сильно? Пожалуйста на эту тему также постарайтесь подумать это очень очень важный момент. Вы к ней привязаны и привязаны к ней через всю. Кроме того скорее всего вы ее еще и идеализируете. То есть смотрите вы считали или хотите считать что ваша девушка такая непогрешимая непорочная у нее вообще не было сексуальных отношений. почему сам факт сексуальных отношений вас так сильно задевает? Были ли у вас в семье может быть ну я не знаю предатели? Были ли у вас в семье может быть измены? То есть может быть такая ситуация что ваш отец например изменял вашей маме и вы теперь боитесь что это же ну как бы та же самая ситуация произойдет и как бы с вами вы боитесь что вам будут изменять теперь теперь вот и на самом деле этот страх опасения того что вам могут изменить да опасения они все родом оттуда они все родом и собственно отец и разбираться нужно и с ними сядь дальше вы пишете что осознаете что это прошлое и то что беспокоиться неожиданно но привозит один момент мне кажется что она может думать о своих бывших бывших партнерах а это простите уже есть неуверенность в себе то есть по какой-то причине вы неуверены в себе настолько что боитесь что она будет думать о других партнерах подразумевая что вы недостаточно ценный партнер чтобы думать только о вас соответственно скорее всего есть некие качества внутри вас есть некие черты которые вы себе отрицаете то есть вы не признаете их наличие и соответственно как и любыми чертах как и с любыми чертами и качествами если не признавать их наличие то они от этого не станут меньше они от этого не уйдут они от этого никуда не делятся к сожалению они будут по-прежнему с вами просто вы ну просто вы будете их отрицать и будете бороться бороться с ними пытаются их подавить будете бороться с ними так же как как вы боретесь с определенными мыслями пытаясь их подавить на самом же деле ваши мысли подавлять не нужно они свидетельствуют о наличии у вас определенных проблем и эти проблемы нужно разбираться то есть ваши мысли нужно не подавлять а разбираться с ними проблемами анализировать и корректировать ваше поведение а подавляя вы лишь еще больше вгоняете себя в это состояние невроза состояние неудовлетворенности я не уверен в том что это это то что вы хотели для себя и для девушки которые безусловно тоже будет собрать если вы будете несчастны если вы будете так себя вести сравнивать сравнивать меня с ними вспоминать там сексуальный процесс с ними что будет для вас тогда вот она вспоминает свой сексуальный процесс с ними что это значит для вас конкретно по возможности по возможности конкретно и по возможности по факту что это значит для вас почему вы считаете что это например плохо она вспоминает сексуальный процесс то есть вам все время приходит в голову это навязчивая мысль говорит о том что нечто вы вытеснили либо обиду на тебя на себя на своих родителей там мнения какие-то может быть либо что-то еще скорее всего неуверенно скорее всего неуверенно я бы рекомендовал в этом контексте вам психоаналитические сессии для того чтобы лучше понимать что с вами происходит но в любом случае нужно понять что стоит за этими мыслями нужно понять что за ним скрывается что за ним скроется и тогда будет несколько более понятно что с вами творится потому что пока ну вот как вы сами можете видеть да все это очень на поверхности то есть как бы есть мысли есть страх да вот причем именно на фоне сексуальной какой-то активности сексуальной какой-то измены почему для вас это так важно и требуется выяснять ну а вы пока что я не знаю будете ли вы записываться на консультацию к психологу будете ли вы работать потому что на сайте вы вы уже какое-то время но как-то вот нет информации о том что вы облачивали консультации а так вот смотрите а подумайте пока вот о чем а что стоит за вашими страхами какие изменится представления у вас о себе о мире о девушке безусловно в контексте себя если она вам ну например все таки изменится допустим что произойдет что именно для вас это будет означать что именно для вас это будет значить насколько это будет страшно для вас чем это будет страшно для вас когда вы испытывали подобные чувства ну вот если вспомнить если подумать да что произойдет если подумать что произойдет а если девушка вам изменит если подумать об этом подумать что произойдет и значит прислушаться немножечко своим чувствам прислушаться немножечко своим телесным состоянием то есть вот как вы себя как вы будете по ощущениям себя чувствовать будет ли у вас напряжение предател где в руках в ногах шее да да и попробуйте вспомнить когда вы примерно это же чувство ощущали когда вы его идентифицировали вот это тоже на самом деле очень важно очень важный момент именно для вас для понимания того что стоит за этим чувством за страхом уверенность в себе это о чем я уже говорил но я бы хотел добавить что для уверенности в себе для повышения уверенности в себе нужно обязательно чтобы вы составили список того что вы себя отрицаете того что по вашему мнению является вредным плохим для вас и того что по вашему мнению является опять же вашими достоинствами вашими какими-то ну сильными сторонами вот и так далее и после этого этот списочек я думаю вы вам можно будет напротив каждого качества напротив каждого каждого своей черты попробовать написать на все противоположные то есть прямая противоположность тому что вы считаете например плохим качеством то что вы в себе отрицаете допустим вот это очень важный нюанс если мы говорим именно о повышении вашей уверенности в себе то тоже касается немного и самооценки только здесь есть один нюанс опять же который связан с тем что в конъекте самооценки можно говорить о том чтобы вы ставили значимые для себя задачи и реализовывали бы их то есть тут вот именно власть на постановку целей пермитивный аспект в в этом ну в этом так вот дальше вы пишите вы пишите так помогите пожалуйста побороть это убеждение так а убеждение вы же понимаете что слово убеждение означает что вас кто-то убедил соответственно нужно задать вам вопрос кто убедил кто в таком случае кто убедил вас в том что это так убеждение ведь базируется на чем на каких-то установках правильно соответственно нужно понять что за установки я за этим может быть может быть речь идет о таких установках как вы самый лучший допустим ну может такое быть что у вас чересчур например чрезмерное завышенное завышенное допустим представление о себе то есть вам родители говорили что вы самый лучший самый лучший мой самый лучший сын самый лучший мужчина и так далее так далее так далее то есть естественно было не искрено потому что вы можете лучше для них но значит вы лучший для кроме кроме того кроме того можно говорить о том в этом контексте можно говорить о том что вы хотите действительно быть лучше успех ну потому что вы боитесь что вас будут страны ну что-то будет вас страны вы боитесь и тут у меня опять же это замечает к вам вопрос а почему вы хотите быть самым лучшим почему вы хотите быть самым лучшим откуда вот это вот стремление желание быть самым лучшим вы вы пытаетесь соперничество потенциальным мужчинам а откуда установка нужно быть самым лучшим что вы защищает ну кибирь таким образом или что пытаетесь защитить таким образом а зачем вам девушка если вы ее скажем так не до конца немного воспринимаете вы не принимаете девочку свою а до конца одна же вопрос заключается в том любите ли вы ее и насколько вы ее знаете как такая штука вот то есть здесь есть еще вот такой очень важный момент и я хочу чтобы вы на этот тем также подумали потому что это также очень и очень важно убеждение убеждение если у вас оно есть имеет источник имеет установку драйвер и это либо ваше собственное измышление измышление это измышление кого-то из ваших родов сама девочка сказала мне что это не так навязчиво внутри берет вверх смотрите во первых вы не верите своей девушке почему а во вторых как именно вверх берет навязчиво как именно это проявляет что она берет вверх в чем это проявляет что она берет вверх опять же не очень понятно но я полагаю что в общем и целом все вполне можно разобрать было бы желанным вот как сказала моя коллега и на мой взгляд сказала правильно нужны индивидуальные консультации вот есть ли какие-нибудь факты того чтобы так не думать а если честно это индивидуальная работа это ваша личная терапия вот это работа с психологом вот если доказательства если успешные результаты если успешные случаи того что люди перестают так думать да есть но для этого требуется время для этого требуется работа понимаете мысли которые у вас они рождены вашими желаниями они рождены вашими потребностями и от них нельзя невозможно и я бы сказал что дальше вредно просто брать и отнекиваться обталкиваться как бы делать вид что их нет мысли они на самом деле не деваются никуда только потому что вы не будете думать об этом поэтому гипноз он полезен только для того чтобы человек мог вспомнить какие-то вещи связанные именно ну с собой с тем что он забыл вот гипноз важен только в этом случае вот не верить этим мыслям но верить не верить это вообще очень такое я бы сказал дерзкое понимание что значит верить все нужно критически осмысливать принимать на веру не нужно ничего и потом что будет если вы все допустим поверить поверить этим мыслям что будет тогда ну вот вы например поверили своим своим мыслям и что а почему вы должны верить а свои мысли почему человек вообще должен верить или не верить если мы говорим о целом взрослых люд да дальше думать наоборот не получается наподобие это все не так не действует если это а если это так знаете для вас имеет значение значение так это или нет и значит до тех пор пока для вас будет иметь личное значение так это или не так до тех пор пока вам не будет все равно до тех пор пока с помощью этого не будет реализовываться ваше желание вы так и будете пребывать в этих данных мыслях но это все равно что плавать на поверхности да не ныряя вглубь и и нам слова за этим ничего не стоит хоп в голове убеждение что мол она так думает и я останусь обманутым мешает а почему вы так боитесь не хотите быть обманутым обмануты в принципе мы бываем все и я бы лукавил если бы сказал что никого из нас не обманут обманут всех это нормально доверять людям нужно умом доверять людям нужно осторожно и все таки расставленными границами у вас у вас как будто бы нет личной границы то есть вы как будто бы в человеке пытаетесь раствориться очень сильно очень мощно почему вам это нужно а вот для чего вам нужно растворяться в человеке это уже вопрос что вы получаете растворять в нем это тоже вопрос и вопрос на мой взгляд очень важный у вас тут одно или несколько потребностей по масло на мой взгляд ну не только их эти потребности выявить и грамотно и правильно удовлетворять и все и никогда вы не будете свою девочку мучить себя мучить тоже вы же мучаете да вам же тяжело а м так что выбирайте себе психолога и начинаете работать ну а на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад вам помочь а вопросы будут скорей скорей всего однозначно потому что тема довольно обширная довольно множество разных нюансов и соответственно если вам хочется от своей проблемы избавиться то будьте готовы ну как минимум на дне работать как минимум не просто так вот да есть факты что поэтому так верить как говорит вы то есть не для нас вот такие вопросы а именно непосредственно быть готовым работать быть готовым работать психологом работать над самыми плотными вашими проблемами над самыми тяжелыми обстоятельствами в вашей жизни вот и собственно брать на это время и в том числе какие-то материальные средства тоже трат вот соответственно я думаю что так ответить на вопрос надеюсь что он был вам полезен мой ответ значит буду благодарен вам если вы сделаете мой ответ лучшим лучше если он вам понравился я желаю вам всего самого доброго удачи и успешного разрешения данной вашей ситуации я ну все когда ты не так что здесь вот что в